Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня я решила приготовить жареные пончики. Пончики буду готовить дрожжевым способом. Тесто заводится на дрожжах, обычное. Кому интересно, оставайтесь со мной. Вместе все приготовим, в процессе все расскажу, покажу. Ну и будем готовить! В миску отправляю молоко, молоко комнатной температуры. Добавляю туда сахар, соль по вкусу и сухие дрожжи. Хорошо размешаю дрожжи и дам им полностью разойтись. Добавляю 3 желтка. Белки у меня пока стоят в сторонке, но они попозже тоже отправятся в тесто. С помощью ложки все слегка перемешаю и добавляю муку. Муку добавляю постепенно, замешивая тесто. Тесто пока получается такое жидкое, муку буду добавлять еще. Ну а пока я подготовлю белки. С помощью миксера взбиваю хорошо белки до побеления и увеличения массы как минимум в 1,5-2 раза. Отправляю эту белковую массу в тесто и с помощью ложки все это хорошо размешиваю. Масса сразу становится пушистой, воздушной и в ней образуется большое количество пузырьков. Досыпаю оставшуюся муку. Тесто сильно мукой я не забиваю. Я муку буду подсыпать после того, как тесто хорошо подойдет. При разделывании теста на изделие. А на этом этапе я оставлю все как есть. Вот оно такое липкое и жидкое. Накрываю крышкой и оставляю постоять в теплом месте 40 минут. Тесто у меня в теплом месте простояло около 45 минут. Посмотрите, как хорошо оно поднялось. Стало пушистое, воздушное. Теперь высыпаю остатки своей муки. И буду вымешивать тесто до тех пор, пока оно перестанет липнуть к рукам. Так как тесто пока очень липкое. Муку буду периодически досыпать. Чтобы с тестом было мне очень удобно работать. Тесто на этом этапе очень приятное. Воздушное, мягкое, но при этом очень липкое. Поэтому хорошо припыляю тесто в муке. Муки здесь я не экономлю. И буду вымешивать тесто до тех пор, пока оно перестанет липнуть к рукам. Ну и вот, тесто практически уже не липнет. Поэтому муки присыплю совсем немного на поверхности. Буду раскатывать тесто в пласт. И с помощью рюмки буду вырезать заготовки для будущих пончиков. Вот такое вот мягкое и податливое получается тесто. Оно кое-где слегка прилипает к рукам. Но я думаю, мука будет мне тут в помощь. Тесто очень мягкое и не забитое мукой. С помощью скалки раскатываю тесто в пласт толщиной примерно около 1 см. И теперь с помощью обыкновенной рюмки среднего размера делаю заготовочки, вырубки из теста. Можно сделать их побольше, можно сделать поменьше. У меня средний размер такой вот. Поэтому все будут одинакового размера. Я полностью разделала все тесто на пончики. Вот такое количество будущих пончиков у меня получилось. Накрой их полотенцем и оставлю на 20 минут, чтобы они хорошо подошли. Ну и спустя 20 минут пончики хорошо поднялись, увеличились, подошли в объеме. И теперь можно приступать к жарке. Отправляю пончики в хорошо раскаленное растительное масло. И очень быстро обжариваю их с обеих сторон. Обжариваются они очень быстро, поэтому здесь главное не прозевать. Переворачиваю и обжариваю их с обеих сторон. Обжариваются они очень быстро, поэтому здесь главное не прокараулить. И теперь с помощью шумовки быстро достаю и откидываю их на блюдо. Отправляю тем самым следующую партию жариться и так далее, пока у меня не закончится все тесто. Здесь у меня уже большая часть обжарилась. Они получаются очень пышные, румяные, жарятся очень быстро. Посмотрите, какие они получились симпатичные и аппетитные. Осталось присыпать сверху их сахарной пудрой, смешанной с тертым шоколадом. Я шоколад натираю на очень мелкой терке, смешиваю с сахарной пудрой и все это щедро присыпаю. Можно обойтись и без шоколада, можно добавить в сахарную пудру немного ванилина, либо ванильного сахара. Можно добавить цедру лимона, что будет более приятный и ароматный вкус. Ну вот я присыпаю обычным шоколадом и сахарной пудрой. Посмотрите, какие они получаются. Аппетитные, румяные и очень вкусные. Тесто здесь очень мягкое и очень воздушное. Рецептов пончиков огромное количество. Я сегодня поделилась одним из своих рецептов приготовления таких дрожжевых пончиков. И буду очень рада, если кому-то пригодился этот рецепт и мои хлопоты были сегодня не впустую. Ну а я буду с вами прощаться и говорю спасибо всем, кто был со мной. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Пишите мне также комментарии. Всем желаю приятного аппетита, всего хорошего и до новых встреч!